Вот согласитесь, ребят, такого точно никто не ожидал, разработчики Гранд Мобайла умеют удивлять. Обычно месячное обновление выходит у нас в 20-х числах, 25-го, да, в конце месяца, иногда даже 30-го, то есть под конец месяца в последний день. Но не в этот раз сказали и доказали разработчики, и только что выпустили новое сентябрьское первое обновление. Буквально 10 дней прошло с августовского обновления, и вот тебе, пожалуйста, это первое сентябрьское обновление, что еще означает, что будет второе. Доброго времени суток, уважаемые игроки Гранд Мобайл. Как и обещали, выпускаем вторую часть глобального обновления. Не верится, блин, не верится. Я очень рад, что вышла обнова так быстро, блин. Которая кардинальным образом повлияет на игровой процесс. Эта система полноценная тюрьма. Да, да, мы все ее ждали, очень много скринов сливали. Теперь при аресте ваш игровой персонаж после попадания в КПЗ отправится в большую тюрьму, где будет находиться с десятками других заключенных. Раньше же как, нас повязали, отвезли в обезьянник, и мы там сидим, чалимся, ждем своего часа, так сказать, свободы. Теперь тут добавлена целая интересная система. И мне кажется, сегодня после этой обновы все игроки захотят попасть в эту тюрьму, проверить и посмотреть, как там и что своими глазами. Срок нахождения там зависит от тяжести нарушения внутриигровых законов. После попадания в тюрьму, вы встретите смотрящего камеры, который подробно расскажет о тюремных правилах и других тонкостях этих мест. Да ладно! Главное, как говорится, там по понятиям себя вести и мыло не ронять, раз там смотрящие все дела. Чтобы скостить срок заключения, игрок может выполнять различные задания. Ну это интересно. Кайф. Вот полы в камере. За выполнение каждого такого задания можно уменьшить срок заключения на 5 секунд. А деньги? Дополнительные задания можно найти. Могли как бы еще и деньги, да немножечко, хотя бы какие-то копейки давать для большего стимула, вообще кайф было бы. На прогулке, на которую всех заключенных выводят каждые 10 минут. Для этого надо подойти к одному из двух NPC. Первый из них охранник предложит выполнить задания по сборке мусора на территории тюрьмы. За каждую пройденную метку, игрок уменьшает время заключения на 10 секунд. А деньги? Ну блин, хоть какие-то. Также на прогулке можно встретить начальника. Это очень круто, это очень круто. Например, там посадили нас там на 2 часа, да, и чтобы там 2 часа этих там не умирать сидеть в этой тюрьме. Можно как бы играть, не просто стоять в АФК, а реально играть, тем самым уменьшая срок и вообще быстрее выйти на свободу. Это очень круто, имба. На прогулке можно встретить начальника склада, который предложит небольшую подработку на складе. Там заключенному предстоит заниматься сортировкой ящиков. А деньги будут? За каждый перенесенный ящик срок заключения уменьшится на 10 секунд. А деньги? Где деньги? Небольшую оплату за эту работу. Будут? Есть, спасибо! Будут, будут тебе деньги, Элмайк, напросил тут, блин, в прямом эфире. Хоть какие-то копейки, да сможем мы заработать в тюрьме. Это не может не радовать, блин. Будет, серию надо будет снять фарм в тюрьме. Если работать за копейки не ваш вариант, вы можете выйти из тюрьмы, наняв адвоката. После вашего заключения адвокату нужно подъехать к зданию тюрьмы, где его встретит начальник тюремного учреждения со списком заключенных и залоговой стоимостью их освобождения. Ну это тоже круто, у кого типа есть там деньги большие, там мажорики и так далее, кто вообще прям вот максимально не хочет, не донатить там ничего, чтобы из тюрьмы выходить. Пожалуйста, берем себе адвоката и все, нас выпускают. Адвокату нужно выбрать в списке своего клиента, после чего заключенному придет предложение внести залог. Если он согласится и сможет оплатить залог, то окажется на свободе, а адвокат получит свой процент за оказанные услуги. Есть еще один способ выйти из тюрьмы раньше срок. Сбежать, да? Более опасный, но и более увлекательный. Опасный, но... Отыщите в тюрьме персонажа по имени Барон. Цех, он реально, Барон. Организовать побег. Для побега вам нужно раздобыть немного деньжат и несколько полезных приметов. Имба. Первый из них веревка, которую можно найти случайным образом во время уборки на улице. Еще понадобится таймер. Его можно получить, наведя порядок в своей камере. И последнее, и самое важное. Динамит. Взрывоопасное вещество вы найдете в ящиках на складе, попасть в который можно взять подработку. Как же это все взаимосвязано? Какие разрабы реальные гении? Просто они взяли всю эту тюрьму в максимальную систему и всю связали между собой. То есть, чтобы получить какие-то предметы для побега, нам нужно где-то поработать. Все как бы тематически. И все это как круто. Блин, огромный респект разрабам. Реально, прожимайте лайкосик, ребят. Попасть в который можно, взяв подработку у начальника склада. После того, как вы достанете все нужные предметы, отправляйтесь к Барону и выполняйте все его указания. Обязательно нужно будет с вами сбежать уже в реальности. То есть, зайти в игру и попробовать избежать. Это как это все наяву будет. Надеюсь, не будет никаких там багов и тому подобное. Все будет реально четенько работать. Это очень усложнит побег. Это очень сложно, мне кажется, будет. И сможете продержаться так 5 минут, то окажетесь на свободе. Да это Unreal, это нереально. Там же будет ник над головой. Я не знаю, может быть какие-то там маски можно будет надевать, но чтобы ник пропадал. И клист на карте. Если нет, то это нереально. Они вас сразу найдут, как бы. Почему бы не найти-то? И по карте можно увидеть, да? И как бы, ну и по комнатам там чекать. Но это прям, не знаю, везение должно быть супер, чтобы не нашли. Либо там вообще какие-то нубасы полицейские, которые играть не умеют. И вообще, ну только если так. Разнообразие арестантской жизни наши разработчики добавили на территорию тюрьмы боксерский ринг. Где заключенные смогут проводить бои на кулаках, делая при этом стартки. Там тоже, наверное, деньги можно будет ставить. Чтобы продолжить бой, необходимо подойти к рингу, выбрать противника и внести сумму. Если деньги нельзя будет ставить, смысла тоже нет. А так как развлечение норм. Ооооо! Я вам немножечко спойлерну про Battle Pass. Я уже ролик снял, выложу его завтра. Реально, Battle Pass получился очень годный. Там много всяких разных скинов, аксов и так далее. Короче, завтра посмотрите на канале, поэтому обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик на все уведомления. И у кого не работает YouTube, используйте пока что VPN. Что могу еще сказать? Уже ждут вас в игре. В этом сезоне для повышения уровня и покупки призов не обязательно выполнять исключительно ежедневные задания. Нужный опыт и звездочки Battle Pass вы можете получить за игру в различные режимы на Grand Arena. Как и прошлые Battle Pass. В этот раз станут эксклюзивные автомобили Cadillac Escalade 2025, Young Vang U9 и VLF Force 1. Мы не забыли также добавить несколько новых моделей в автосалон. Ооо! Теперь там можно найти Lada Evolution. Это что? Что это за малышечка? Крошечная маленькая куколка? Это что такое вообще? Обязательно эти все тачки купим, поставим ТОС-Т5, посмотрим, как они вообще едут, что это за конфетки. Lada. Типа спорт. Гранта. Это китайская, 100%. Я их не знаю, блин. Это новая какая-то, да? Да, это вообще какой-то прям новый-новый кузов. Не так много тачек в автосалон добавили, но все же. Спасибо на этом, что уделяете внимание автосалонам, чтобы за верты, за обычные покупать без доната тачки новенькие. На этом все. Спасибо за вашу активность и энтузиазм, который вдохновляет нас еще больше трудиться над обновлениями. Обязательно. На этом как бы не все, ведь добавили еще новый кейсик в игру, в котором тоже завезли новые тачки, поэтому мы с вами тоже в дальнейшем его с вами откроем. Ну а по поводу этого обновления, во-первых, оно первое, будет еще второе в сентябре, это не может не радовать. Но во-вторых, ребятки, тюрьма, это реальнейшая имба, как ее построили, как все взаимосвязано, все так сделали и побеги и так далее, это реально очень и очень круто. Я очень рад, что наша любимая игра Grand Mobile не стоит на месте и развивается, добавляя всякие такие интересные возможности и функции.